Итак, настал наконец долгожданный момент. Мы начинаем цикл видеороликов, где поэтапно будем рассматривать конкретную схему и конкретную сборку электрошокового устройства. Я в свою очередь, конечно же, оставил огромный архив, связанный со сборкой, с подбором компонентов электрошоковых устройств, повышенной мощности. Но несмотря на это, есть у некоторых большие, много вопросов, очень много вопросов. И на почту текут, и в личных сообщениях пишут. Не знаю, насколько помогу, но будет рассматриваться процесс от самого начала, от сборки корпуса до подбора компонентов. Поясню как можно поподробнее. Прежде чем получить такой вот агрегат, действующую модель электрошокового устройства повышенной мощности, конечно же, нам нужно будет с вами попотеть. Поскольку готовый вид электрошокового устройства, ну конечно же, он так красиво всё смотрится, но на самом деле сплошные денежные затраты, также много нужно иметь терпения для того, чтобы довести дело до конца. Вот что нужно нам для сборки. На самом деле, изначально, из самого начала хочу сказать, что сборка вот такого агрегата стоит довольно дорого. Если даже купить компоненты там от, из дешёвых магазинов или доставать там. В общем, один электрошок обойдётся вам в районе 80 долларов, порядка 100 долларов. Это мой личный опыт. Если вы делаете всё, то есть используете новые компоненты, то, конечно же, цена будет дороговато. Мы с вами сделаем типичный вот такой электрошокер. Конечно, я сделаю несколько изменений по ходу, поскольку каждый шок – это индивидуальное конструкторское решение, во-первых. То есть, какие функции будет иметь будущий электрошок, решает только конструктор. Данный электрошокер имеет встроенный предохранитель в виде вот такого выключателя. Индикатор вхождения шока в боевой режим. То есть, шок включён, и стоит лишь нажать на кнопочку, и он заработает. Так. Корпус шока целиком сделан из пластика, обшит 3D-карбоном, довольно гламурным. Имеет фонарик с двумя режимами работы. Это основной, яркий и вот такой маломощный режим. Ну, конечно же, совсем не обязательно сделать двухрежимный фонарь, и даже совсем не обязательно сделать фонарь вовсе, поскольку сам электрошок будет использоваться как электрошок, но фонарик, конечно же, функция довольно пригодная. Электрошок имеет функцию активации с помощью электромагнитного реле. Такое решение одновременно даёт возможность плавного пуска, и, конечно же, спасает вот из такой ситуации, где нужно использовать громоздкие выключатели. Сама схема потребляет до 18 Ампер тока, поэтому обычные маломощные кнопочки не будут работать, они в миг сгорят, поэтому нужно либо использовать мощные кнопки, либо осуществить запуск с помощью реле. Сейчас я поясню об этом чуть подетальней. У нас уже был видеоролик о выборе аккумулятора электрошокового устройства. В ходе данного ролика в нашем шокере я буду использовать литий-полимерный аккумулятор с ёмкостью 1250 мАч, напряжение 11,1 В, то есть три последовательно соединённые банки полимерного типа. Отложим пока шок в сторону. Я хочу, чтобы вы видели также, как будет выглядеть шок без обшивки карбоном. Вот у нас получится типичная вот такая заготовка. При этом половина шока, эта высоководная часть будет залита эпоксидной смолой. Конечно же, я, если вот хотите повторить эту конструкцию, крайне вам не советую заливать эпоксидной смолой. Лучше залить парафином, чтобы потом при проблемах можно было отковырять там что-то. При заливке смолой вам нужно учитывать, что если у вас будет проблема в высоководной части, то шокер попросту нужно будет выбросить. То есть, если начинающий радиолюбитель или же, может, имеете какой-то опыт и стаж в электронике, но не связывались с высоковольтными устройствами, в частности такого рода, то крайне и крайне не советую заливать смолой. Дальше. Шок в основном у нас будет состоять из трёх частей. Это высоковольтная часть, умножитель напряжения, задающий генератор с трансформатором преобразователя и, конечно же, узел питания, то есть, аккумуляторная батарея. Данная модель снабжена также системой антивыхвата. Как же работает антивыхват? Вот так, это фонарь у нас работает. У нас горит красный индикатор, следовательно, шок снят с предохранителя. Есть кнопочка для запуска схемы. Эта кнопка всего лишь подаёт питание на обмотку реле, вследствие чего реле замыкается и подаётся силовое питание на схему генератора. Вот у нас в данном случае шок снят с предохранителя, и стоит лишь нажать на кнопочку, и на выходе, казалось бы, должны образоваться разряды. Но это не так. Почему? Поскольку шок у нас снабжён системой антизахвата или антивыхвата, называйте как хотите. В виде вот такого штикера нужно всего лишь вставлять вот штикер сюда, и делаем повторный запуск. Для чего нужна данная функция? Допустим, вы реально находитесь, как бы, нуждаетесь в обороне и вынуждены применить электрошоковое устройство. При этом он имеет вот такой ремешок для ношения вот на руке, и вдруг грабитель или хулиган выхватил у вас электрошок. Таким вот образом. При этом штикер антизахвата у вас остаётся в руке. Он не сможет применить ваш же шокер против вас. Довольно хорошая функция. Конечно же, многие промышленные модели лишены данной функции, но функция довольно полезная. Хотя мы с вами будем создавать электрошок наподобие этого без системы антизахвата. Конечно же, комплектующие системы, вроде таких, как индикатор уровня заряда или индикатор разряда батареи, система антизахвата, несколько режимов фонаря и другие аналогичные системы, довольно пригодны, но в некоторых случаях они лишние. Так, что же нам нужно для того, чтобы начать сборку электрошока? Давайте рассмотрим основные компоненты. Во-первых, нам нужен карбон. Для чего он нужен? Конечно же, всем понятно, для обшивки корпуса, для получения конечного вида. Но карбон совсем не обязательно этот использовать. Можно самоклеющие обои, любого цвета, всё зависит, конечно же, от вашего вкуса. Но я прошу, чтобы обратили внимание на то, что карбон, чтобы не был вот такого, сейчас покажу, вот такого золотистого света или блонзового, серебристого. Почему? Поскольку я замечал, что они являются проводниками тока и могут стать причиной поломки шока. Можно также использовать вот такие более дешёвые карбоны, которые в частности используются для обклейки тех или иных частей автомобилей. Ну, как уже сказал, всё это уже ваша фантазия. Отложим карбон в сторону. Дальше нам нужен корпус. Корпус можете взять любой удобный, который есть под рукой. Я буду использовать вот такой фонарик. Не знаю, у нас их в продаже можно найти. Стоимость такого фонарика, он имеет 14 вот таких светодиодов и 5 ещё светодиодов. Кстати, фонарь имеет ограничитель тока для питания светодиодов, встроенный герметичный гелевый аккумулятор, свинцово-гелевый. Цена такого фонарика в районе 5-6 долларов, не помню точно. Для того, чтобы реализовать схему электрошока, вам нужно целых два таких фонарика, поскольку одного явно недостаточно. Я уже подрезал одну часть, вот эту боковую. Сразу хочу сказать, что верхушку, вот примерно отсюда, вам нужно будет спилить и выкинуть попросту. Смотрите, у нас остаётся нехватка длины вот в районе 3-х сантиметров. Поэтому фонарей нужно иметь два, чтобы не возникла проблема с нехваткой пластика. Так, дальше отложим тоже фонарик в сторону. Но выбор фонаря, выбор вообще корпуса – это, конечно же, тоже фантазия. Ну, к примеру, можно использовать коробки из-под очков там и так далее. Дальше, конечно же, нам уже сказал я, нужен литий-полимерный или литий-ионный аккумулятор. Ну, лучше использовать литий-полимерный или никель-металл-гидридные сборки, скажем, 9 штук последовательно. При этом ёмкость от 850 до 3,3300 мАч. Это эффективная ёмкость. Запомните, чем больше ёмкость, тем дольше у вас шок будет продержаться, точнее, на одной зарядке. Дальше вам нужны два полевых транзистора. Поскольку шок у нас будет реализован по схеме двухтактного инвертора, мультивибратор простой задействован. Два полевых транзистора. Выходная мощность инвертора в целом может доходить до 100 Вт. И это реальные данные, которые получены вследствие опытов и тестов. То есть, два вот таких полевых транзистора по схеме мультивибратором нам могут обеспечивать такую мощность. Но это кратковременная выходная мощность. Поэтому, если вы планируете создать какой-то инвертор для бытовых нужд, для запитки тех или иных устройств на основе вот этих двух транзисторов, то хочу сказать, что долго такой инвертор не сможет продержаться на такой мощности, поскольку транзисторы будут постепенно нагреваться и выйдут из строя из-за перегрева. Дальше, самая важная и ответственная часть – это намотка трансформатора. Для намотки вам понадобится сердечник, магнитопровод. Сразу хочу сказать, железные стальные сердечники работать не будут, поскольку инвертор высокочастотный. А такие рода сердечники предназначены для работы на низких частотах, 50 Гц и более, но не более 1 кГц. В нашей схеме инвертор работает на частотах в 10-20 раз выше указанного. Поэтому сердечник обязательно нужен ферритовый. Где же достать ферритовый магнитопровод? Можно, конечно же, старый нерабочий компьютерный блок питания AT или ATX разобрать. Там есть подходящего размера сердечник, средний трансформатор, трансформатор обратной связи. Можно мотать и на большом трансформаторе, если шокер делаете в первый раз и хотите просто из-за любопытства собрать схему. Я буду использовать электронные трансформаторы от китайского производителя Tashibra с выходной мощностью 60 Вт. Можно и помощнее 80 Вт трансформатора использовать. Габаритные размеры сердечников мало чем отличаются друг от друга. Вот такой трансформатор. Побеседуем о начинке, думаю, в следующий раз. Сейчас просто обзор тех компонентов, которые вам нужны для сборки. Дальше. Дальше, как я уже сказал, для запуска в моём случае я буду использовать электромагнитное реле. Реле на 25 Ампер с питанием катушки 12 В. То есть 12 В катушка. Можно и 9 В катушки использовать, но не 24 В. Они не подойдут, поскольку аккумуляторы не смогут замкнуть контакты. То ли 12 В, либо 9 В. Реле с допустимым током не менее 20 Ампер. Схема у вас будет терзать именно такой ток. Можно также использовать, вот просто выкинуть реле, то есть сложную систему запуска и использовать вот такие мощные кнопки. Они рассчитаны на ток 10-15 Ампер, но практика показывает, что справляются на ура с этим делом. Они мне не устраивают, поскольку габаритные размеры у них довольно большие, хотя в некоторых моделях я предпочитаю использовать именно такие кнопки. В общем, любые кнопки без фиксации, два вывода у него. При нажатии на кнопку замыкаются контакты, а при отпускании отдаляются. То есть есть также кнопки с обратным процессом, нам нужны именно такие. Форма кнопок неважна. Если хотите, очень советую для начала использовать именно кнопочную систему активации. Вот если хотите задействовать эту систему, кстати, они более дешево стоят, то в магазинах спросите кнопочки без фиксации с допустимым током 10, 15 и 20 Ампер, если есть. Дальше вам, скорее всего, понадобится выключатель, тоже с током 10-15 Ампер. Но, конечно же, они будут работать, и даже 10 Амперные будут работать под нашу схему, поскольку, как уже я указал, 18 Ампер питания, то есть потребляет схема. Но данные кнопки рассчитаны на кратковременную работу с нагрузками, скажем, до 30 Ампер. Могут они работать с таким током, но, конечно же, кратковременно. Больше, если подольше держать, то контакты могут расплавиться. Так, в общем, эта система у нас выключатель, предохранитель, то есть и, конечно же, кнопка. Ну, если, конечно, шок вы предназначали, ну, хотите собрать просто из-за любопытства, то вообще можно предохранитель удалить и просто одной кнопкой, вот, подавать питание на схему, что крайне не советую, поскольку схема может случайно включиться в кармане и поразить вас. Дальше. Насчёт выключателей. Можно также задействовать вот такие более красивые, но более громоздкие выключатели с допустимым током, тут 15 Ампер – это уже заявленный ток, хотя кратковременно через них можно и 50 Ампер впускать без особых проблем. После этого вам нужен штекер и разъём – это для зарядки электрошока соответствующий. Можно, конечно же, для малых мощностей применить вот такие маленькие кнопки для запуска схемы, что тоже не советую, поскольку они недостаточно устойчивы к большим токам. Также вам понадобится кусочек макетной платы для сборки генератора, два резистора с сопротивлением от 680 Ом до 1 кОм. Простите. Ну, конечно же, можно использовать резисторы с номиналом от 100 до 1 кОм. Будем так считать. Дальше вам понадобится 6 резисторов с номиналом в 10 МОм. Но если есть, побольше можно мегаом, и мощность резисторов 0,25 Вт. Дальше перейдём к высоковольтной части. Это самая ответственная часть, и чаще всего бывают проблемы из-за нехватки или недостают компоненты, которые нужны в высоковольтной части. Ну, вообще, давайте начнём с диодов. Поскольку у нас умножитель напряжения, то нам нужны, следовательно, диоды и конденсаторы. Конденсаторы. Именно вот эти я всем советую. Если вот где-то, может, у кого родственник, который занимался радиоэлектроникой во времена нерушимого союза, может, кто-то может на рынке достать такие конденсаторы. В общем, сейчас я поближе покажу, как они выглядят. Конденсатор керамический высоковольтный. 2200 пикофарад. Допуск плюс 80%, минус 20%. Номинальное рабочее напряжение 6,3 кВ, то есть 6300 В. Модель К15-5. Одобрена ГОСТом. Вот так он выглядит. Размеры примерно такие. Эти конденсаторы рекомендовали себя с лучшей стороны. Ни один конденсатор ещё буквально не вышел из строя в течение моей практики. Ну, бывали случаи, но это по моей вине. В общем, это высоковольтные керамические конденсаторы. Довольно компактные. Их можно задействовать как в последовательных умножителях, так же и в двухтактных. Вот у нас симметричный умножитель собран по двухтактный инвертор. Кстати, будем делать именно по симметричной схеме. Четыре высоковольтных диода и четыре конденсатора. Расположены так для наилучшей, ну, наилучшая форма, по-моему, расположения. Эту форму, кстати, подсказал, вынужден вспомнить, хорошего друга Евгения, который именно начал вот делать по такой форме электросокеры, высоковольтные умножители. Так, и, конечно же, в более ранних моделях я использовал конденсаторы с емкостью 2200 пикофарад. Опять же, вот такая же емкость, но с рабочим напряжением в 5 кВт. Такие конденсаторы без особых проблем можно найти в отечественных цветных телевизорах транзисторного типа. Ну, может, и в истеристорных телевизорах они есть. Рабочее напряжение 5 кВт, емкость 2200 пикофарад. Такие конденсаторы тоже отлично работают, но с такими дуга на порядок будет больше. Но поскольку эти конденсаторы у меня заканчиваются, я ролик буду делать только для пояснения принципа работы, то буду использовать китайские дешёвые конденсаторы с емкостью 15000 пикофарад и с рабочим напряжением 3,6 кВт. Сейчас некоторые подумают, они довольно низковольтные и вы, конечно же, правы. Такие конденсаторы работают кое-как. Взамен грохот у них на порядок больше, но мощность электрошока от применения таких конденсаторов не пострадает. Хотя именно вот эти я советую. Сейчас в продаже есть более низковольтные конденсаторы вплоть до 1,6-2 кВт. Такие конденсаторы сразу выкиньте из головы, поскольку они были проведены многочисленные тесты, очень краткодременно работают. Ну, парочку разрядов вы на выходе увидите, может, что прослужит один день, но дугу невозможно растянуть до нормального уровня, то есть разряды у вас будут максимум в один сантиметр, ну и меньше. При растягивании дуги, то есть при получении больших разрядов, при попытке получить большие разряды, у вас попросту взорвётся конденсатор и всё. Такие конденсаторы плёночного типа, поэтому для наших целей лучше использовать керамику, которую я уже указал. На крайнях можете купить в радиорынке, в старых мастерских или же в телемастерских достать вот такие конденсаторы. Стоят они копейки, хотя довольно большой дефицит. Насчёт выбора диодов. Диоды – это уже немаловажная часть, и использовать нужно только импульсные диоды высоковольтного типа. Я вот очень советую использовать диоды отечественного производства. Сейчас пойдёт, вернее, стабилизация, и вы увидите диод, как он выглядит. Это не пошла стабилизация. Ну ладно, это… Сейчас попытаемся просветить чуток. Это отечественный диод КЦ106Г. Не получается у меня показать вам. В общем, КЦ106Г, производство СССР, высоковольтный диод. Насчёт модели КЦ106. Встречается у меня много разных моделей. Есть КЦ106А. Прежде хочу сказать, чтобы посмотрели вот в справочнике. Вот пошла стабилизация наконец. КЦ103А. А дальше у нас… Опять КЦ103А. Опять КЦ103А. У меня, по ходу, тут все КЦ103А. Нет, это у нас КЦ106В. Вот КЦ106В и КЦ106Г, в частности, КЦ106Г – это высоковольтный диод с обратным напряжением в 10 кВ, если не ошибаюсь, допустимым током 5, то ли 10 мА. Это у них выпрямительный ток, хочу заметить, и не путайтесь, с импульсным допустимым током. То есть, через данный диод может протекать импульсный ток в десятки раз выше указанного номинала без особых проблем. КЦ106 до сих пор в некоторых узлах применяется активно. 4 выпрямительных диода типа КЦ106Г. Кстати, я хочу также сказать, что если у кого есть, это КЦ123 в единственном экземпляре в моём случае. Раньше у меня было их много, но сейчас остался только этот. Это высоковольтный диод с обратным напряжением раза в 2 больше, чем у КЦ106Г, более компактный, смотрите, по сравнению, вот размеры. Раза в 2. Также допустимый ток через этот диод составляет в районе 10 мА. Это тоже импульсный ток. С такими диодами у вас умножитель будет в несколько раз, наверное, меньше, чем с диодами КЦ106. Есть также CL20, по-моему, называются китайские высоковольтные диоды, но они стоят на порядок дороже и в наших краях, да и вообще, думаю, в любом регионе России довольно большая редкость. То есть, их придётся вам заказывать на интернет-площадках, такие как AliExpress, Ebay и так далее. Ну, наверное, в какой-то мере пояснил выбор компонентов. Это всё, что нам нужно. Ну, конечно же, я тут не рассмотрел схему зарядного устройства, но это будем делать уже в конце. Поэтому вот собирайте компоненты, которые я указал, подготовьтесь и в ближайших видеороликах мы с вами уже начнём рассматривать, ну, не рассматривать, а уже собирать. Помимо этого, я забыл указать, что нам нужна эпоксидная смола. Эпоксидную смолу лучше взять отечественную. Сейчас я покажу коробочку. Вот она так выглядит. Клей универсальный. Ну, конечно же, смола идёт с отвердителем. Если вот кто пользовался такой смолой, знают очень чётко, что такая смола очень долго сохнет. Для того, чтобы быстро сохла, нужно какие-то там примеси дополнять и так далее. Скажем, алюминиевая пудра и так далее. Ну, конечно же, у нас высоковольтная конструкция и алюминиевая пудра. Во-первых, это проводник. Если смешать пудру с эпоксидной смолой и им залить умножитель напряжения, то, скорее всего, у вас при первом же включении всё выйдет из строя. Поэтому, если есть возможность, то очень советую также использовать китайскую эпоксидную смолу, которая продается в шприцах. Эту смолу я покажу в ближайших роликах. Чем хороша эпоксидная смола китайского производства? Тем, что она довольно хороший изолятор и высыхает буквально за считанные минуты. Не зря эта смола получила также в простонародье название «пятиминутная смола». А при этом китайская смола в разы, в несколько раз твердее, чем отечественная смола. При отвердении смолу уже не реально буквально разрушить. На этом, думаю, всё. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои отзывы, комментарии и, конечно же, ждите второго ролика, где мы с вами уже будем делать сборку. Рассмотрим схему, по которой будем собирать и, конечно же, пойдём дальше. Следующая часть нашего видеоролика по сборке электрошокового устройства. Изначально, перед тем, как начать сборку и монтаж электрошока, я хочу дать несколько советов по сборке и вообще по применению. Вообще, электрошоковое устройство является одним из разновидностей оружия. Поэтому, если вы используете электрошокер без принудительной самообороны, то должны знать, что несёте за это ответственность. То есть, нужно задействовать электрошок только в случае крайней нужды, мягко говоря, если другого выбора нет. Поскольку данная модель электрошока, которую мы собираем, предназначена для самообороны, является электрошоковым устройством повышенной мощности. Если сравнить с промышленными моделями, то тут мощность в десятки раз выше. То есть, устройство для реальной обороны. Насчёт схемы, в ходе ролика, конечно же, я покажу схему, по которой мы будем делать. Но делать это буду по частям. Иными словами, конкретно, как нужно собрать умножитель, как нужно собрать генератор. Всю схему целиком я приводить, пожалуй, не буду. Думаю, так будет всё понятно. В прошлом ролике я говорил о трансформаторе. Вот сам трансформатор так должен выглядеть в итоге. Это у нас оголённый каркас, магнитопровод. Габаритная мощность трансформатора позволяет снять до 100 Вт. Конечно же, не в нашей схеме. В нашей схеме мощность преобразователя всего 70 Вт. Каркас предварительно нужно очищать от лаковых покрытий, если таковы имеются. Ну и подготовить к намотке. О намотке мы поговорим, думаю, в следующий раз. Аккумуляторы. Насчёт аккумуляторов мы уже беседовали. Была отдельная тема. Хочу ещё раз показать, как выглядит аккумулятор. Это пошла стабилизация. И вот мы видим чётко уже тут написано «Литий-полимер». Дело в том, что некоторые виды аккумуляторов, несмотря на то, что могут быть именно литий-полимерными, но надпись «Литий-полимер» может скрываться под водяным знаком от конкретного производителя. Поэтому смотрите внимательно. Вы найдёте наверняка в продаже литий-полимерные аккумуляторы. Насчёт монтажа и корпуса в целом. Корпус, как я уже сказал, был сделан из фонаря. Вам, конечно же, как конструктору, нужно додумать, вероятно, свой корпус, свой дизайн. Но те, кто затрудняются найти те ингредиенты, которые я привёл для нашего корпуса, хочу вот так же сказать, что корпус можно сделать, скажем, от трубы типа ПВХ или использовать пластиковые трубки, но ни в коем случае нельзя задействовать металлопласт. Трубы, поскольку имеют металлическое основание какое-то, металлическое покрытие, поэтому металл, конечно же, проводит электричество. Поэтому использовать советую именно пластиковые корпуса. Я сейчас поближе покажу, что удалось сделать в ходе нашей работы. Так, корпус был сделан из фонаря пластик, был подрезан и прикреплён с помощью особого прочного клея Moment. Но если вам не удаётся такой клей найти в продажу, можно использовать термоклей для стыковки пластиковых корпусов или же дихлоэтан. Хотя в случае китайского пластика последнее вещество не такое уж и эффективное. Лучше использовать термоклей. Также были отрезаны места под выключатель для штыков. Штыки я уже установил и, конечно же, под фонарь. Насчёт фонаря, конечно, это уже ваше решение, какие светодиоды именно задействовать в фонарике. В моём случае я буду использовать три сверхярких светодиода с мощностью в 1 Вт каждый. Светодиоды, в свою очередь, последовательно подключены, поскольку будут питаться напрямую от 12 В, то есть, 11,1 В, три литий-полимерные банки. Конечно же, для них нужно рассчитать ограничитель тока. Это сделать можно... Ну, конечно, в случае ограничителя можно использовать как ограничительный резистор, так и, скажем, ограничитель тока, то есть, стабилизатор тока, скажем, построенный на микросхеме LM317. Программа имеется на сайте Паяльник, то есть, вы можете рассчитать микросхему под нужный ток. Скажу, что в моём случае каждый светодиод потребляет 250 мА. Ну, с резистором то же самое. На сайте Паяльник есть отличный онлайн-калькулятор, с помощью которого вы можете найти подходящий резистор, который нужен для оптимального тока вот этой сборки. Светодиод, в первую очередь, как мы знаем, питается не напряжением, а током. Ну, конечно же, напряжение тоже должно быть в пределах разумного. Насчёт выключателя. 15-амперный у меня выключатель, то ли 10 А. В общем, это не важно. 10 А вполне с головой, думаю, хватит. Подключил я также электромагнитное реле. Ну, конечно же, в вашем случае очень желательно задействовать именно кнопочку. Реле я использовал по той причине, что у меня довольно мощных кнопок нет под рукой. Вырезал также отверстие под штыки и установил штыки. Штыки предварительно нужно отрезать. В предыдущем видеоролике тоже я говорил, из чего сделаны эти штыки. Это латунные штыки, покрытые нержавеющим материалом. Точно не могу сказать. Также параллельно штыкам вот таким вот образом я установил резисторы. Просто 6 последовательно соединённых резисторов, скажем, по 10 МОм. То есть, у нас идёт выходное сопротивление, параллельно штыкам 100 МОм или в районе этого. Также к штыкам запаял два провода, к которому вот это выходные провода и напряжение с умножителя напрямую через эти провода идёт на выход схемы. Ну, думаю, собственно, и всё. Вот такая работа проделана. В дальнейшем, конечно же, я поэтапно всё не буду собирать, поскольку это довольно кропотливый процесс, и сборка одного электрошока может занять до нескольких дней, в зависимости, конечно же, от навыков в электронике и в конкретно высоковольтной технике. Ну, давайте, собственно, рассмотрим схему включения. Перед вами… Вот я сейчас так продержу. Сделайте скриншот, если кто хочет. Это схема задающего генератора. Как видим, довольно простой генератор из себя представляет простой мультивибратор. На самом деле это двухтактный инвертор, построенный на мощных N-канальных полевых транзисторах. Полевые транзисторы не принципиальны. Можно задействовать любые абсолютно N-канальные полевые транзисторы с допустимым током от 20 до сколько угодно ампер. Оптимальным вариантом являются транзисторы ERFZ24, ERFZ40, ERFZ44, ERFZ46, ERFZ48. Из более мощных подойдут ERF3205, ERL3705, ERL2505 и так далее. В общем, база аналогов транзистора довольно большая. Можно также использовать и наши отечественные транзисторы из линейки КП. У некоторых пойдёт сейчас вопрос. Те, кто не владеет довольно большой базой транзисторов, то опять потекут вопросы, можно ли заменить биполярными транзисторами. Нет. На самом деле с нашими намоточными данными трансформатора биполярные транзисторы, думаю, не будут справляться из-за слишком большого сопротивления открытого перехода. В случае полевых транзисторов сопротивление открытого перехода в несколько десятков миллиом, то есть в сотни раз меньше одного Ома, может быть, и больше. В случае биполярных транзисторов сопротивление этого же открытого перехода довольно большое. Поэтому транзистор, скорее выйдет из строя или перегреваться будет, чем раскачает трансформатор. Поэтому советую именно полевые транзисторы. Если же всё-таки хотите использовать биполярные транзисторы, то намоточные данные первичной, именно первичной обмотки, нужно будет менять. В нашей схеме первичная обмотка содержит намотанная шина из 5 проводов с диаметром 0,5 мм и содержит 2 обмотки по 5 витков. 3-5 витков. Обмотка не принципиальна. Можно 3, 4 или 5. В случае вторичной обмотки, обмотка состоит из 900, от 900 до 1500 витков проводом 0,08 до 0,1-1,5 мм. Если же задействовать хотите биполярные транзисторы, то вместо 5 витков, 2 по 5 витков нужно 2 по 10, 2 по 15, 2 по 24. Конечно же, количество витков в первую очередь зависит от рабочей частоты инвертора и, конечно же, от использованных вами транзисторов. Те, кто профессионалы в электронике, наверное, будут обсуждать меня. Конечно, расчёт для трансформатора никакой я не буду делать, да и не нужно, поскольку в первую очередь это оборонное оружие электрошокового типа. И КПД схемы, думаю, многим не интересно, какой КПД имеет схему, схема как работает, поскольку в первую очередь он предназначен для кратковременной работы, да и оптимальные там высокие параметры тут нам ни к чему. Ну, с теорией, думаю, сборки генератора всё понятно. Резисторы базовые, затворные, простите, в случае полевых транзисторов, могут иметь сопротивление от 100 Ом до 1 кОм. Оптимальный вариант 680 Ом. Мощность данных резисторов от 0,125 до 1 Вт. Оптимальный вариант 0,25 Вт. Ну, в общем, они перегреваться не будут, поскольку являются сами по себе ограничителями тока в этой цепи, где ток маленький довольно. Поэтому вот использовать мощные резисторы, думаю, ни к чему. Так, давайте языком, опять же, начинающих. Эмиттеры полевых транзисторов подключаются друг к другу и к минусу аккумуляторной батареи. Средний вывод с трансформатора, то есть место стыковки двух обмоток, средняя точка, подключается к плюсу аккумуляторов. Коллекторы, силовые выводы одного трансформатора к одному плечу, второго, простите, одного транзистора к первому плечу, из второго транзистора ко второму плечу. Полевые транзисторы на теплоотвод. В моём случае не буду ставить, но если нужна страховка, то можете ставить на маленькую пластинку алюминиевого типа, которая будет являться теплоотводом. Так, что дальше? При использовании теплоотвода не нужно забывать, что транзисторы нужно изолировать друг от друга, используя слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. В противном случае пойдёт короткое замыкание. И схема работать не будет. Насчёт умножителя напряжения. Давайте пару слов про умножитель. Насчёт подбора компонентов мы говорили с вами ранее. Я тут нарисовал вторичную обмотку трансформатора и высоковольтную часть схемы в целом. ФС-1 является в нашем случае искровым разрядником. С пробоем в 1-2 кВт можно 5 кВт использовать. Зачем искровый разрядник нужен и обязательно ли его использовать? На самом деле не обязательно, но если довелось использовать электрошок, при стыковке выходных контактов, вот они у нас, напрямую с телом человека, то есть напрямую с кожей, умножитель не будет заряжаться, то есть попросту не успеют конденсаторы заряжаться, и на кожу человека потечёт высоковольтный ток напрямую со вторичной обмотки трансформатора, так называемый поджигающий ток. И на коже будет образоваться довольно серьёзный ожог, но, конечно же, парализующего эффекта там уже не будет. А если вот через одежду применяется электрошок, тут уже в роли искрового разрядника играет одежда. Искровый разрядник можно самому сделать из сгоревшего предохранителя или просто отсоединить контакт на расстоянии в пару миллиметров, и будет вам искровый разрядник. Диоды задействованы типа КЦ106Г, конденсаторы 5,6,3 кВт, 2200 пФ. Это, как уже сказал, оптимальный вариант – керамический конденсатор. Дальше. Умножитель, как мы видим, симметричного типа, предназначен специально для работы с двухтактными инверторами. Ну, конечно же, можно задействовать последовательный умножитель, но КПД выходного умножителя от этого сильно пострадает, поскольку сама схема, сам генератор в нашем случае двухтактный. А следовательно, нужно применять на выходе именно двухтактный умножитель напряжения. Вот такая схематика. Сделайте скриншот, если нужно. Так, это уже у нас выходные штыки. Надеюсь, понятно. Вот умножитель напряжения будет выглядеть вот так. Ну, конечно, как уже сказал, конденсаторы у меня чуток другие. Так, поскольку довольно критичный запас и нормальных конденсаторов, поэтому вынужден задействовать именно такие. Если кто заметил, у меня трансформатор уже готовый, намотанный. А поскольку параллельно я делаю электрошок, забегал чуток вперёд. Давайте ещё несколько слов про дроссель. Дроссель тут нужен обязательно. Во-первых, дроссель снижает резким образом тепловыделение на полевых транзисторах. Дроссель может состоять от 5 до 15 витков проводом. 1 мм лучше мотать, поскольку через него течёт немалый ток. Можно использовать ферритовые колечки. Также колечки с порошкового железа из компьютерных блоков питания можно снять. Или же можно использовать ферритовый стержень. На него мотать то же самое количество витков, что и в случае кольцевого трансформатора. Ну, конечно же, габаритные размеры кольца не критичны. Используйте тот сердечник, который у вас имеется под рукой. Так, питание. Вот я покажу, куда устанавливается дроссель. Питание от аккумуляторной батареи плюс питание через дроссель идёт на средний вывод трансформатора. Так, с этим тоже разобрались. Ну, надеюсь, в какой-то мере понятно. Кстати, я насчёт аккумуляторов, думаю, в прошлом ролике забыл сказать, что с аккумуляторов обязательно нужно удалить вот эти платы защиты. Сами по себе платы отключают аккумулятор в случае того, что если ток потребления схемы, который подключён к аккумулятору, превышает 1 А. Аккумулятор автоматическим образом вырубается. Следовательно, защиты нужно удалить, оставив голый аккумулятор. Отплаты нам ни к чему. Ну, на этом, думаю, эту часть можно считать завершённой. В следующей части я уже установлю умножитель и будем говорить о заливке. Но прежде хочу также сказать, что вот перед заливкой, вот в частности места, где установлены штыки, нужно загерметизировать, поскольку смола имеет вот такой характер, попадать туда, куда не нужно. И у вас будут протекания из корпуса смолы, потом будет довольно сложно закрыть ущелье, из которого поползла смола. Поэтому нужно максимум загерметизировать. Использовать очень желательно, как я уже сказал, вот такой особо прочный клей-момент. В следующем ролике я покажу упаковку, но хочу сказать, что ролик не рекламный. Мы никого не рекламируем, но всё-таки материал очень хороший именно вот для этих целей. Сам по себе клей такого рода является водонепроницаемым и также не боится суровых погодных условий и высыхает за минимальное количество времени. А пока я переключусь, завершу всё это и двинем дальше. До новых встреч! Пока!